Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. И сегодня мы гадаем на замечательную тему, стоит ли вам ставить прививку. Почему я выбрала такую тему? Во-первых, мне подсказали мои подписчики. А во-вторых, я в этом году сама столкнулась с проблемой, что мне пришлось ставить Минактру. Минактра это прививка от различных видов менингококковой инфекции. Мне ее нужно было ставить по медицинским показаниям. И я очень волновалась перед тем, как ее ставить. Как я ее перенесу, что будет. Мой муж даже смотрел по ясновидению. Но так как всем вам он по ясновидению посмотреть не может вот так за 5 минут, да, там в огромной толпе, да, которая может посмотреть мое видео совершенно бесплатно у себя дома, то, естественно, видео будет полезным для вас, согласитесь. Когда вы принимаете решение о вакцинации, то нужно руководствоваться чем-то. Первое. Есть ли у вас противопоказания для вакцинации? Любые противопоказания медицинские, которые указаны в инструкции к данной вакцине. Также есть ли у вас медотвод от прививок, есть ли у вас аллергические реакции. Ну и, соответственно, само решение. Вот мне страшно, да, я не знаю, как мой организм себя поведет. Что будет? Перенесу я прививку, не перенесу. Приживется вакцина, не приживется. Естественно, всех это волнует. И поэтому я решила именно сделать такой расклад. Гадать я буду на Таро сверкающих фей. И в каждой позиции будет 4 вопроса. 4 позиции по 4 вопроса. Я составила специальный расклад на прививку. И напоминаю, что сегодня пятница. А это значит, что мы проводим наш еженедельный пятничный конкурс. И на этой неделе, естественно, я разыгрываю Таро сверкающих фей на английском языке. Вот такая замечательная колода. Вы сейчас ее прямо в гадании, в действии и увидите. Чтобы поучаствовать в нашем конкурсе. Первое. Нужно быть подписанным на наш канал Школа Таро Альвиен. И поставить колокольчик, чтобы все наши видео выходили сразу же у вас. Пункт второй. Нужно подписаться еще на два канала. Они оба наши. И ссылки будут в закрепленном комментарии. Комментарии нужно развернуть, чтобы подписаться на оба канала. Какие там каналы? Это канал Бумажка, где мы проводим нашу великолепную игру Угадай. Игра существует для развития ваших экстрасенсорных способностей и интуиции. И также канал Элайв. Это канал о нашей жизни. Видео там выходит в последнее время не очень часто. Но, по крайней мере, все о нашей жизни там есть. И нужно написать комментарий под этим видео с кодовым словом «фея». Потому что это Таро сверкающих фей. Поэтому слово «фея» на этой неделе. И также нужно поставить лайк этому видео. И последнее условие очень важное. Когда я буду подводить понедельник, итоги конкурса. Нужно обязательно посмотреть видео с результатами конкурса. Потому что если вы вдруг выиграете, а не узнаете об этом, то вы и присвои не получите. Поэтому через неделю он отойдет другому человеку. Поэтому все просто, все легко. В воскресенье вечером или в понедельник утром я присвою порядковые номера и проведу рандом в понедельник. Вот такие условия. И колода замечательная. Сейчас вы увидите ее как раз таки в действии. Мы будем гадать на прививку. Решение о прививке. Также можно смотреть решение о прививке для вашего ребенка. То есть вы загадываете любого человека. Мужа, ребенка, жену, бабушку. Какая бы ситуация не вставала перед вами, вопрос, какой бы не вставал, вы можете решить этот вопрос. И узнать, кому какую прививку можно ставить, нельзя ставить. То есть через гадание. Что-то у меня тут карты перевернутые все. Бывает такое у меня, конечно. Вот смотрите, какая рубашечка у этих карт. Очень красивая. И сами карты довольно такие эпичные. С феями, всякими чудесными существами, замками. Мне эти карты очень нравятся. Итак, загадывайте вакцину. Какая вакцина, да? И загадывайте себя, другого человека, ребенка. А стоит ли ставить прививку? И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады. А также на консультации по ясновидению и на ритуалы. Пишите мне в вайбер, ватсап, в контакте, в инстаграм, в телеграм. Я вам отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Да и действительно, мы столько лет в любое время ставим то от клеща, то от гриппа, то еще какие-то. И всегда нужно решение. Потому что по этому видео можно использовать для нескольких вариантов. Вакцин там и так далее. Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. И я начинаю с первой позиции. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. И мы начинаем с зеленого камня. И напоминаю, что у вас нужно обязательно изучать противопоказания. Это в первую очередь первая позиция. Напоминаю, что не только руководствоваться картами нужно, когда вы принимаете решение о прививке. А также консультироваться с вашим лечащим врачом. Итак, первая карта. Вопрос, представляет ли прививка для вас некоторую угрозу. Выпала карта тройка мечей. Тройка мечей показывает, что идет ситуация, что действительно, эта прививка может каким-то образом отражаться на вас плохим самочувствием. Не обязательно, что эта прививка вызовет в вас самые страшные последствия. Но тройка мечей показывает, что вы человек пугливый. Вы обо всем переживаете. И, соответственно, когда вам поставят вакцину, вы можете очень сильно переживать, нервничать. Могут быть какие-то сердечно-сосудистые проявления. Например, гипертония, суфибрильная температура. Всякие вот такие вот реакции, когда человек накручивает себя больше, чем нужно. Тройка мечей карта, вы знаете какая, да, что она часто показывает. Вот видите, вот луны, 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 сомнения. Всякие сердечные переживания. Очень много мыслей всегда показывает. Тем более, что карта такая, да, вы ее отлично знаете. Она говорит о том, что могут быть вплоть до, там, не знаю, не истерики уж, но уж больно большое такое вот переживание, накручивание. Вот вы прям очень трясетесь, боитесь ставить. Поэтому нужно изучать другие карты расклада. Вот смотрите. Будут ли побочные явления? Следующий вопрос. Девятка мечей. Очень много накручивания. Вы чего-то испугаться можете. Вы можете запсиховать, занервничать. Из-за каких-то действительно побочных проявлений. Либо для вас это будет совершенно неприемлемая ситуация с этой прививкой. Вы настолько ее боитесь, переживаете, что вы вообще побоитесь ставить. Вот вы уже стоите на укольчик там, да, и все, его убежали. Потому что тройка мечей, девятка мечей, карты психа, карты расстройства, карты сердечных переживаний, карты, когда люди плакают, когда они прям, не знаю, там, готовы вот прям убежать из-под прививки. Они боятся вообще этот укольчик даже воткнуть. Но если воткнули, могут себя накручивать из-за всякой ерунды. Поэтому мы идем дальше, да, уточним нашу девятку мечей. Действительно ли это побочка, или это просто ваше накручивание? Туз Пентакли. Это действительно накручивание. То есть сама по себе прививка для вас угрозы не представляет, но вы очень переживаете, и из-за этого у вас могут быть скачки давления. Действительно, то есть карты четко показали, что вы можете там, не знаю, каждые 5 минут температуру себе мерить, когда вы уже поставили. Возможно, вы ипохондрик. Давайте смотреть следующий вопрос. Принесет ли прививка пользу? Защитит ли она вас? В итоге, да, защитит ли она вас? Вышла карта суд. Вы знаете, суд показывает, что вот этот ангел, он воскрешает. Поэтому я могу так сказать, что прививка в чем-то может вас, правда, защитить от болезней, от всего такого прочего. Видите, болезни идут мимо по восьмерке кубков. Идут именно мимо вас. Давайте ищу карту. Ага, рыцарь мечей. Ну и давайте спросим сейчас, я сейчас расфрактую ее, минуточку. Справитесь ли вы без прививки? Шестерка мечей. Сейчас еще. Правосудие. Шестерка кубков. Давайте так, смотрите, раз рыцарь мечей выпал все-таки, да, насколько принесет прививка пользу, защитит ли вас. Карты говорят, частично все-таки защитит, раз рыцарь мечей выпал. Поэтому справитесь ли вы без прививки? В принципе, можете справиться без прививки. Только если врачи уже не настаивают вот прям до последнего там, да, что точно надо ставить прививку, как вот у меня была ситуация с Минактрой. Если бы я не поставила прививку, мне бы просто не жить, допустим, да. То есть мне без нее не дадут жизненно важный там, ну, определенный препарат и все. И получается так, что Минактрой я ставить была обязана. Вот если вы не обязаны ставить эту прививку, которой идет речь, что вас не прижимают настолько, вот допустим, что это условие очень важное для вашего жизнеобеспечения, ставить прививку, скорее всего, не надо. Потому что вы человек, который очень много накручивает, и наша мысль – это наше тело, да. То есть то, что мы о себе думаем, в итоге всегда проявляется на физике. И поэтому, в принципе, карты показали, что вы можете справиться без прививки. Поэтому, может быть, не стоит. Тем более, что тройка мечей, девятка мечей, да. Такие карты. Рыцарь мечей. Мне они не очень нравятся. Я бы на вашем месте все-таки, вот если не так кардинально стоит вопрос, все-таки изучила бы вот эту прививку вдоль и поперек, да. Что, насколько у вас могут быть от нее какие бы то ни было явления. То есть это можно поставить, например, ну специальные аллергии. Ну, можно проверять, есть ли аллергия. Есть такие проверки. Можно, знаете, еще что? Вот смотря какое заболевание прививка предохраняет от какого заболевания, да. Вы можете смотреть, есть ли к этому заболеванию какие-нибудь антитела. Вот, допустим, у меня был выбор. Я могла ждать целый месяц, но узнать, есть ли у меня такие антитела к менингиту. Но я понимала, что без прививки все равно дальше никуда не пройду. Там, да, врачи ее будут требовать. Но я могла проверить, конечно. И вот то же самое. У меня муж ставил прививку от пневмокока. Вот, но можно было сначала проверять антитела, да. Но она нужна была ему, все равно нужна. У него были частые бронхиты. Вот тут то же самое. Проверьте все, проверьте вдоль и поперек, если вдруг действительно надо ставить. Здесь можете справиться без прививки. Если вы так сильно накручиваете, откажитесь от нее. Такой вот вывод. Вторая позиция у нас это коричневый камень. Стоит ли вам ставить прививку, о которой идет речь? Напоминаю, что расклад вместо врача не решает. То есть, если у вас есть противопоказания, медотвод, и как решит ваш лечащий врач, так и будет. Но все же, если уже врач решил, что вам можно ставить прививку, а вы бережетесь, сомневаетесь, боитесь ее, то этот расклад как раз таки вам может что-то подсказать. Итак, представляет ли прививка для вас угрозу? Вышла карта повешенный. Повешенный не показывает угрозы. Повешенный показывает, что человек может чувствовать некоторую апатию от прививки и снижение жизненного тонуса. Это когда у человека слабость несколько дней после прививки. Неприятное такое чувство, состояние вялости. Это не значит, что у него температура. Это значит, что он может и холодный, но вялый. Вот вялость несколько дней. Повешенный может показывать. Но это не значит, что прививка вам представляет угрозу. Это ваши реакции организма. Давайте посмотрим, будут ли побочные явления у вас от прививки. Шестерка жезлов не показывает побочных явлений какого-либо опасного рода. Она говорит, что да, ваш иммунитет будет бороться. Да, он будет вырабатывать антитела. Да, у вас может быть не очень приятное состояние. Может быть головная боль, захочется полежать, не захочется идти, допустим, на работу. Или если это ребенок, просто он не будет играть, он будет валяться. Несколько дней. Вот так. Но побочки карты не показали. Давайте теперь посмотрим, принесет ли прививка пользу. Защитит ли вас в итоге от заболевания, от которого она ставится. Вышла карта Луна. Результат сомнительный. Ну-ка, давайте еще карту посмотрим. Девятка кубков. Карты, знаете, как показывают, что эта прививка частично защитит. То есть, даже если вы в итоге заболеете таким заболеванием, оно у вас пройдет очень легко или даже незаметно. Вот очень легко или незаметно. Но вот сказать, что она совсем вас предохранит, что вы вообще никогда этим заболеванием не заразитесь, или там не заболеете, или еще что-то. Нет. То есть, представим, что кусает клещ. Вот вы поставили прививку от клеща, и в итоге человека кусает клещ. Что делает прививка? Она минимизирует последствия. Правда? И вот тут то же самое. Будет минимизировать последствия. Это не значит, что нас предохранит прям полностью. Но у вас будет в легкой форме что-то. Смотрим дальше. А справитесь ли вы без прививки? Сможете ли вы? Десятка жезлов. Вам будет очень тяжело. И как раз таки заболевание, о котором идет речь, наоборот, идет в более тяжелой форме. Понимаете? То есть, десятка жезлов, она тут же показала, что идет более тяжелая форма заболевания. А если вы прививаетесь, более легкая форма заболевания. То есть, да, здесь результат немножко сомнительный. В каком плане? Что идет? Ну, вот они уже прямо на голове на моей ездят. Конечно, результат сомнительный, если вы не заболеете. Ну, как, заболеете, но это будет скрытая форма по луне. Легкая форма по девятке кубков. Вот в этом суть. То есть, поэтому сомнительный был результат. Поэтому обязательно ставьте здесь по второй позиции прививку, если у вас нет противопоказаний. Третья позиция. Ставить ли вам прививку. И первая карта. Представляет ли прививка для вас угрозу. Напоминаю, в каждой позиции напоминаю, что нужно всегда советоваться с лечащим врачом. Есть ли у вас противопоказания для прививки или у вас нет противопоказаний. Обязательно все это изучите. Ваши аллергические реакции. То есть, расклад не решает за врача. Но все же вам подсказывает, если у вас никаких противопоказаний нет, а вы боитесь. Итак, представляет ли прививка реально для вас угрозу. Семерка кубков. Карта иллюзий. Она говорит о том, что вы очень много воображаете про эту прививку. Очень много воображаете. Ну-ка давайте-ка еще карту. Рыцарь кубков. Или это паш. Паш кубков. Ну, я могу так сказать, что... Нет, это рыцарь, да, наверное, рыцарь все-таки. Я могу так сказать, что никакой угрозы она для вас вообще не представляет. Обожаю эти значки. Это паш. И смотрите, ситуация. Семерка кубков, паш кубков. Человек очень эмоционально воспринимает ситуацию с прививкой. Он немножечко накручивает. Он не знает, что ему думать. Будет угроза или не будет. Но паш кубков все-таки никакой угрозы, конечно, здесь нет. Совершенно. Но может быть субфибрильная температура. Что это такое? Это когда температура повышается до отметки 37,5. Допустим, у вас 37,3. От прививки такое может быть. Папа жукубков, потому что он часто показывает детские болезни. Детские болезни это что? Это всякие типа субфибрильные температуры. Поэтому сказать, что эта прививка представляет для вас угрозу, здесь, конечно, невозможно. Ведь у нее, у каждой есть эта реакция. Что может повышаться температура до 37,5. Итак, смотрим дальше. Будут ли побочные явления? Вот теперь рыцарь кубков. Смотрите, говорю, паш. Значками с этим я очень плохо всегда разбираюсь. Итак, рыцарь кубков говорит, что никаких побочных явлений точно не будет. Максимум, что тут может быть, это субфибрильная температура. Вот по этой позиции совершенно точно. Это максимум, что может быть. Может не быть. Может быть ровно 37. Может быть 36,8. Я не знаю, 37,2. Но это все не считается каким-то плохим, страшным явлением. Вот я вам честно говорю. Из того, что перечислено в побочке у каждой прививки, температура 37,3-37,2. Это вообще просто ерунда. Да, вот просто я сталкивалась, ну, когда с прививкой вот этой сменактры, да, я, естественно, все прочитала. И поняла, что потом, когда уже, ну, пережила ее там, да, когда прошло там время, я поняла, что те какие-то там легкие, там, слабость, там, хотелось спать. Это такая ерунда по сравнению с тем, что могло быть. Вот. Поэтому, ну, там какая-то легкая слабость или там повышение немножко температуры, это ерунда, конечно. Принесет ли прививка пользу? Защитит ли вас? Ну, или человека? Ну, конечно. Карта сила говорит, что обязательно защитит, будет бороться с болезнями, будут хорошие антитела, будет хороший иммунный ответ. Здесь вообще у человека такой иммунитет по третьей позиции бурненький. То есть, когда у человека, ну, махом вырабатываются все антитела, все хорошие реакции, поэтому и температурка небольшая. Есть как реакция на прививку, потому что хороший иммунитет. И вот смотрите, если вы ставите прививку себе или этому человеку, да, сила, здесь она сила 11 аркана, она говорит, что будет со всеми болезнями, которые к этой прививке относятся, справляться сразу, прям их гасить там, да. Будут бурные такие антитела хорошие. Справитесь ли вы без прививки, если вы ее не поставите? Ну, знаете, тут выпала жрица. И она говорит о том, что будут какие-то проблемы. Ну-ка, рыцарь Пентакли, Паш Мечей. Ну, вы знаете, тут как карты показали, что вот сильно больших проблем по здоровью не будет, но будет какая-то скрытая проблема. Какие-то могут быть, вот если вы заболеете все-таки этим заболеванием, да, будут какие-то скрытые осложнения, которые потом выльются на свободу через некоторое время, когда вы уже будете думать, что все хорошо, выльются на свободу эти скрытые явления, и вам будут ставить уколы. Лучше один уколчик поставьте, чем потом 10 штук, правильно? Поэтому тут сказать, что вы прям без этой прививки помрете, тоже не могу, но будут какие-то скрытые проблемы, которые потом выльются наружу. И четвертая позиция. Стоит ли вам ставить прививку? Предупреждаю в каждой позиции вначале, что это решает лечащий врач. И если у вас есть противопоказания против прививок, аллергические реакции, медотвод, этот расклад для вас нецелесообразен, потому что вам уже сказали, что нельзя. Если же вы не имеете никаких противопоказаний, вы уже посоветовались с лечащим врачом, он сказал ставь, и вы боитесь, то этот расклад для вас. Итак, первая карта. Представляет ли прививка для вас угрозу? Ну, выпала карта Король Мечей. Король Мечей. Строгенькая карта. Ну-ка, давайте-ка я еще достану. Королева Кубков. Восьмерка Мечей. Вы знаете, что-то здесь не так. В чем-то эта прививка, скорее всего, вам может быть противопоказана. Или тому человеку, на которого вы гадаете. Давайте проверять. А будет ли у вас побочка? Тройка Пентаклей. Да нет. Ну-ка, я еще карту хочу. Девятка Жезлов. Ага, тут огня много на каждой карте. Карты могут показывать, что будет высокая температура от прививки. Жезлы, жезлы. Тройка Жезлов. Высокая температура. Бурная реакция идет. Здесь могут быть какие-то бурные проявления вашего организма на прививку. Именно бурные. То есть, это не значит, что вы с нее помрете. Это значит, что организм будет реагировать. Вот у меня есть один знакомый. Вот я все про Минактору рассказываю, которую я оставила. Для меня это впечатление такое. Ну, муж у меня ставил вот пневмокок. Ну, вакцину от пневмокока, да. Я вот у Минактору вакцину от менингококковой инфекции. И у меня один знакомый тоже поставил вакцину от менингококковой инфекции. Я, правда, не знаю, какую. У него была температура 39,5. Но он, конечно, выжился. У него все абсолютно нормально до сих пор. Но, конечно, это неприятная реакция. Давайте посмотрим дальше. Принесет ли прививка пользу? Защитит ли она вас? Десятка кубков. Однозначно. Пользу она вам принесет. Она вас защитит. 100%. Видите, еще и Паш Пентаклий выпал. Еще и императрица. Конечно, эта прививка вас в итоге защитит. Ну, давайте тогда посмотрим, справитесь ли вы без нее, без этой прививки. Справитесь ли вы без прививки. Умеренность. Рыцарь Жезлов. У вас бурный иммунитет. Двойка мечей. Вы справитесь без прививки. У вас очень бурный иммунитет. Но все реакции на эту болезнь, от которой вы прививаетесь, будут очень бурные. То есть, да, вы эту болезнь, ваш иммунитет сожрет. И выплюнет. Пережует и выплюнет. Но вам придется вот... Допустим, если вы с прививкой один день с температурой, допустим, или два, а от болезни уже больше дней будет. Просто вот так вот и все. То есть, да, будет бурная реакция организма на этот возбудитель, так скажем, от которого вы прививаетесь. Но сказать, что вы с ним не справитесь, я не могу. Справитесь, конечно. Справитесь и все. Поэтому вам, что здесь сама вакцина показана, и довольно-таки все нормально. Что, если вы ее не ставите, в принципе, вы проживете. Вот так. Ну, всем спасибо за внимание. Жду, что вы... Вот что я говорю. Я сегодня заговариваюсь. У меня такой был активный день. Жду, что вы будете участвовать в нашем конкурсе. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии, свое мнение. Всем пока и до новых встреч.